Привет, друзья! Сегодня давайте пообщаемся на такую интересную и важную тему, как замки под один ключ. Узнаем возможности мастер-систем, когда они могут пригодиться, а также выясним, о чем нужно знать, заказывая изготовление замков под один ключ. Вот скажите, сколько ключей вы с собой постоянно носите. Вас никогда не раздражала связка из шести-семи ключей, в которой нужно еще и не всегда легко найти? Два ключа от квартиры, два ключа от работы, ключи от гаража и автомобиля. Это при условии, что у вас еще нет второй квартиры, а она, как правило, есть у каждого. У каждого есть либо родители, которых приходится навещать, либо дети, которым нужно ездить нянчить внуков. Вообще кошмар! Связка содержит дюжину железок, которые так и норовят порвать карманы либо пальто, либо сумки. Более удручающую ситуацию в этом плане можно наблюдать в крупных организациях с их множеством дверей. Это всевозможные клиники, гостиницы, офисные центры, торговые и производственные площади. Здесь количество дверей может достигать нескольких сотен штук, а связки ключей достигать просто потрясающих размеров. Когда возникает неудобство определенных масштабов, как правило, быстро находятся и решения. Да, действительно, решение есть, и оно достаточно давно массово используется за рубежом. Замки объединяются в группы, а пользователь получает на руки ключ с возможностью доступа или отсутствием такового в то или иное помещение. В нашей стране система замков под один ключ пока не получила серьезного, должного распространения. Ну что же, давайте протолкнем тему в массы. Итак, замковая мастер-система — это группа замков, объединенных общим кодом или ключом. Самая примитивная мастер-система представляет собой группу запирающих устройств, которые открываются одним и тем же ключом. Но существуют иерархически сложные мастер-системы с трех или даже четырех ступенчатым доступом. Замочные мастер-системы изготавливаются на основе одного механизма замка конкретного производителя. Невозможно изготовить мастер-систему на замках от разных производителей, потому что, как правило, у этих замков будет разное строение механизма секретности, разные составляющие ключа и так далее. Возможность получения мастер-системы на основе какого-то механизма секретности закладывается самим производителем. Именно производитель должен решить, что конкретный механизм секретности можно будет собирать под один ключ, а также предоставить возможность сборки своим дилерам. Сборка мастер-системы на каких-то определенных замках зависит не от вашего желания или денег. Если вы ткнули пальцем на какую-то модель замка и сказали, что хочу систему вот на этом, далеко не факт, что вы получите то, что хотите. Если производитель не предусматривает построение мастер-системы на этом, то вы и не получите желаемого. Если у вас есть какие-то замки на руках и вы хотите, чтобы они открывались одним ключом, переделать их будет большой проблемой даже для опытного слесаря, а в большинстве случаев невозможно вовсе. Поэтому при возникновении необходимости в группе замков с общим кодом лучше сразу со своими требованиями обратиться к специалистам, а не строить предположения на основе своих желаний. Сэкономите много времени. На сегодняшний день в подавляющем большинстве случаев мастер-системы собираются на цилиндровых механизмах секретности, ну или по-другому на личинках. Вид и модель цилиндра подбирается, исходя из условий эксплуатации и ваших требований. Если ваши помещения будут находиться в охраняемой зоне, двери закрываться для галочки, а мастер-система необходима для того, чтобы добавить удобства при работе с дверью, собрать такую систему можно на простеньких цилиндровых механизмах. В качестве примера самой дешевой мастер-системы хочу продемонстрировать вам два цилиндра объединенных общим ключом. В данном случае это цилиндры славянского производителя Титан. Стоимость одного цилиндра в мастер-системе на сегодняшний день составляет порядка 15 долларов. Дубликат такого ключа около 3 долларов, что для качественного изделия очень и очень немного. Вы наверное уже заметили, что рассматриваемый цилиндр имеет английский примитивный ключ и профиль, что говорит о весьма невысоких охранных свойствах. В данном случае действительно цилиндр рекомендован к установке на офисные и другие охраняемые помещения. Там где двери предприятий и так под охраной, а мастер-система в данном случае добавит больше удобства, нежели защиты. Если же вам требуется мастер-система на дверях ответственных помещениях, выбирайте такие цилиндровые механизмы, которые имеют повышенные охранные свойства, те, которые имеют защиту как от интеллектуальных, так и от силовых видов скрытия и взлома. Совершенно очевидно, что мастер-система, построенная на таких цилиндрах, выйдет гораздо дороже. Но в этом случае траты необходимы для обеспечения безопасности. Да и качество таких цилиндров, как правило, лучше, а значит и ресурс работы будет больше. Наверное, вы задаетесь вопросом, как же собираются мастер-системы? Давайте вкратце поговорим об этом. Но с домками под один ключ, наверное, все понятно. Здесь секретность каждого механизма выстраивается одинаковыми кодовыми элементами, которые выстроены в одинаковых порядках. Поэтому их открывает один и тот же ключ. Все логично и просто. Ну а как собираются более сложные мастер-системы? Такие, в которых, например, ключ подчиненного открывает только свою офисную дверь, а ключ руководителя открывает все офисные двери. В этом случае для мастеризации в цилиндрах используется множество всевозможных методик. Например, организовать или запретить доступ могут формой замочной скважины цилиндра и профилем ключа. Например, когда ключ руководителя будет до конца входить во всех цилиндрах, а вот ключ подчиненных будет входить в замок руководительской двери не до конца. Соответственно, и поворачиваться в нем не будет. Метод организации может быть другой. Например, пассивными элементами, которые используются в моделях таких цилиндров, как Титан К56 и цилиндра Чиза Астрал. Работают пассивные элементы по следующему принципу. Провалились ключ при выставлении его в скважине, значит мешать повороту ничего не будет. Значит цилиндр этим ключом будет открываться. Если же в нужном месте на ключе под пассивным элементом ямки или нарезки не оказалось, а мастер системой она в принципе там подразумевалась, значит ключ открывать этот цилиндр не будет. Мешать повороту будет именно пассивный элемент. Наиболее же распространенный метод организации мастер системы это стратегическая компоновка кодовых элементов цилиндра, а также определенная нарезка ключей согласно требованиям заказчика и соответствующей компоновке. В этом случае вдаваться в подробности для нас бессмысленно, потому что дилерским оборудованием мы не владеем, а вручную такие вещи не изготавливаются. Чем проще ваша предполагаемая мастер система, тем проще и дешевле для ее реализации можно использовать цилиндровый механизм. И наоборот, чем сложнее ваша мастер система, чем больше у нее уровней и иерархии, тем сложнее цилиндровый механизм будет и должен использоваться для реализации этой мастер системы. Это не прихоть продавцов, это данность. Многоуровневость подразумевает компоновку огромного количества кодовых элементов и дополнительных систем кодирования. У дешевых и простеньких цилиндровых механизмов этого просто нет. Ну вот, мы и подошли к вопросу, как же заказать и как определить для себя нужную мастер систему. Итак, давайте представим, что вы захотели заказать мастер систему для своей компании. Что нужно знать и что нужно предоставить, кроме всего того, что вы узнали выше? Для того, чтобы наше с вами сотрудничество строилось быстро и плодотворно, нужно предоставить техническое задание. На самом деле, бланк заполнения и построения мастер системы гораздо сложнее того, что мы сейчас с вами будем рассматривать ниже. Но в данном случае нам технические подробности не нужны, потому что они выясняются на момент оформления заказа, а в данном случае они будут лишь загромождать этот ролик. Наша основная задача сейчас понять, по какому принципу строится техническое задание при заказе мастер системы. Вот, например, при заказе навесных замков под один ключ тут как бы вариантов немного. Выбирается модель навесного замка, на котором может и будет строиться ваша последующая мастер система. Продавцу говорится количество замков, которые должны открываться общим ключом. Также сообщается количество нужных мастер ключей. Ну, собственно, заказ пошел в работу. Теперь давайте представим, что нам нужно закрыть несколько дверей под один ключ. Рисуем табличку задания. Справа рисуем количество столбцов, которые будут соответствовать количеству дверей, ну, собственно, и цилиндрам. В нашем случае пусть это будет пять дверей. И в нашем случае у нас будет лишь одна группа ключей, которая будет открывать все двери. Поэтому слева у нас будет содержаться лишь одна строчка. Допустим, нам нужно 20 таких ключей, которые будут открывать все двери нашей системы. Укажем это. Итак, у нас 5 дверей. И мы можем предположить, что они все разные. А значит, что и цилиндры в пределах одной модели нам нужны разные. Поэтому вот здесь в каждом квадратике указываем спецификацию каждого цилиндра. Например, так. То есть первая дверь, у нас цилиндр размерностью 30 на 30, ключ-ключ, в цвете никель. Вторая дверь, пускай у нас будет такая же. Цилиндр понадобится ключ-ключ, в размере никель. Третья дверь у нас будет потолще. 30 наружный размер, 40 внутренний, с вертушкой изнутри. То есть ключ-вертушка с внутренней стороны. Цвет будет этого цилиндра, пускай тоже никель. Четвертая дверь 30 на 40, вертушка, ключ-вертушка. Цвет на этой двери, цвет фурнитуры на этой двери будет золото. Соответственно, и цилиндр поставим золото. И пятая дверь пускай будет соответствовать четвертой. Соответственно, мастер-ключи будут открывать каждый цилиндр из этой двери. Теперь давайте представим другую ситуацию. Мы с вами владельцы небольшого офисного помещения, где есть строгая градация с получением доступа в тот или иной кабинет. Представим, что у нас есть пять кабинетов. Опять же. А значит и пять замков. Значит, кабинет руководителя. Руководитель. Кабинет секретарши. Секретарь. И три кабинета офис-менеджера. Пускай это будет М1, М2 и М3. А также у нас есть три группы ключей для управления этой системой. Ключ руководителя. Ключ секретаря. И ключ офис-менеджера. Ключ. Менеджера. Должен ли ключ руководителя открывать все двери помещения? Конечно, это же его предприятие. Задача секретаря выполнять поручения руководителя. С менеджерами она никак не связана. Поэтому и делать в их кабинетах ей нечего. А вот, помимо своего кабинета, ей будет очень полезно иметь возможность открыть и дверь руководителя для своевременного выполнения задач при отсутствии начальника. Менеджеры, в свою очередь, не должны иметь доступа ни в кабинет руководителя, ни в кабинет секретаря. Их задача решать задачи на местах и передавать данные, допустим, в электронном виде. А вот друг с другу в кабинет пускай бегают. Коллективные обсуждения задач в принципе полезны. Для простоты конкретного примера предположим, что каждая из рассматриваемых дверей используется внутри помещения. Имеет одинаковую толщину, одинаковые замки и условия эксплуатации. А это значит, что здесь будут стоять одни и те же цилиндры. Прописано это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким образом, в конкретной ситуации у каждого человека на предприятии будет лишь по одному ключу. И попадать каждый будет при помощи него, то есть этого ключа, ровно туда, куда ему и нужно. Ну что же, на этом информацию считаю закрытой. Надеюсь, она будет полезной не только для тех, кто изнемогает от огромного количества ключей на своих предприятиях, но и для тех, кто просто хочет внести удобство в свою жизнь. С вами был Владимир Ключник. До новых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА